всем здравствуйте с вами на связи елене манутиану я приветствую вас на своем канале а сегодня мы с вами посмотрим рассказ который предложила тату что уже проработано что я прорабатываю сейчас и что нужно еще проработать в ближайшем будущем ну то есть расклад на тему проработок и так три позиции зелененькие голубенькие и красненькие камешки 1 2 3 позиции загадывайте свою и мы приступим так надеюсь вы выбрали для себя 1 2 3 позиции эти две отодвигаем не суть голубенькие красненькие мы с вами приступаем позиция номер один и зелененький конечно начнем с того что уже проработал школу уже проработали здесь вопрос о взаимоотношении был проработан до либо это взаимоотношения с самим собой желание найти гармонию внутри себя некое такое успокоение либо это касалось отношений с партнером я не думаю что здесь профессиональные были отношения скорее всего вопроса личностных личных взаимоотношений встает здесь вы проработали знаете что эмоциональную свою закрытость здесь был вопрос по девятке кубков когда удовольствие есть такое знаете ощущение что я и сам как будто в отношениях не получаю удовольствие и с другой стороны мне отношения нужны только для того чтобы они приносили мне удовольствие то есть я сам сама не готов это вкладываться что-то ну отдавать замен да я хочу просто получать почему потому что либо не научили либо здесь скорее всего был какой-то болезненный опыт когда мы закрываемся и говорим нет теперь я буду вот исключительно потребительские относиться да но только думать о себе потому что когда-то возможно в прошлых отношениях мною попользовались вот здесь вот какая-то вот болезненная такая травма и скорее всего вот ее вы именно и проработали то есть возможно не открывались возможно не было доверия другому человеку а не вызывал у нас доверие да возможно вы были не готовы довериться другого человека здесь вот все что связано с эмоциями когда вы может быть вы не подпускали к себе людей да опять-таки какие-то вот здесь травмы и болезни и болезненные ощущения на уровне состояния они были проработаны да сейчас вы прошли уже нашли вот эту вот гармонию что-то вы в себе проработали именно вот в понимании того что я не получаю удовольствие даже допустим если будет человек который будет давать мне абсолютно все но при этом я буду закрытым закрытый я тоже от этого не получаю удовольствие то есть вот это вот какое-то эгоистическое восприятие но в контексте защиты то есть я защищаюсь от того чтобы мне причинили какую-то боль какую-то рану поэтому да если ты хочешь мне что-то дать да я готов но от этого где-то узнаете есть равно какое-то осознание что когда я не вкладываюсь здесь у вас проработано вот это вот понимание отдачи и принятия то есть вы поняли что просто принимать принимать тоже нет какого-то удовольствия и в то же время отдавать тоже нет вот это вот перекоса вот в этом вы нашли какой-то баланс вы обнулились здесь вот вы теперь четко понимаете даже если это не в отношениях а вообще в контексте во-первых понимание что такое доверие выбора работали и во вторых понимание вот именно принятия и отдачи баланс на что я беру что я даю и это может вообще широко во всех то есть это суть всей нашей жизни именно энерго обмен что я даю и что я беру что я получаю и что чем я делюсь то есть вот это вот постоянное движение раньше у вас либо были перекосы но вот у вас был хороший такой урок и вы наконец-таки осознали то есть это может быть еще раз скажу и в профессиональной сфере да когда вы много может быть даже с взаимоотношениями с людьми когда вы много вкладываетесь да как-то больше помогаете другим людям и нарушаете вот этот вот баланс взамен вам ничего конечно же не дает и у вас вот здесь были какие-то может быть обиды то есть вот здесь вот эту часть вы проработали для себя здесь появляется шутка показатель того что да вы выходите на новый виток у вас есть возможность сейчас как-то либо это проверить насколько вы усвоили урок либо уже из условия нового урока двигаться дальше уже с новыми понятиями здесь вообще классный урок да то есть вот именно понимание баланса понимание того как все устроено вот это вот отдачей и принятие то есть здесь здесь урок может быть и то что вы проработали именно в контексте отдачи какую-то свою гордыню да какую-то свою значимость здесь хорошие уроки были через эмоции через состояние и чувствование это вы проработали что вы прорабатываете сейчас ну сейчас у вас процесс исцеления от страхов да сейчас вы прорабатываете то что вы обновляете смотрите в прошлом вы обновились ну то есть поняли да что значит правильные обмен что когда вы вкладываете за сколько вы даете сколько вы берете из этого вытекает и другие уроки до касательно выстраивание границ ценности себя то есть это все взаимосвязано а сейчас вы как раз таки через вот это вот понимание да вы приходите именно в баланс то что я сказал вы проработали наполняетесь здесь вот вы как-то ресурсно наполняетесь потому что у вас сейчас есть уже а понимание что отдавать и что получать как быть балансе но здесь идет исцеление еще и касательно ваших страхов отпускать прошлое то есть сейчас вы прорабатываете умение не привязываться умения оставлять прошлое позади то что уже отжило пусть это будут люди пусть это будут ситуации то есть вы здесь вот сейчас отрезайте полностью прошлое какое бы оно не было то есть вы не отказываетесь от него а вы как будто вы знаете делаете какие-то определенные выводы берете собой то что вам нужно остальное выбрасываете потому что ну она уже отжила себя она уже исполнила свою роль и она вам больше не нужно и вот это вот вас как-то наполняет то есть вы лишний груз себя сбрасываете сейчас у вас возможно будет происходить какое-то облегчение успокоение то есть раньше возможно вы переживали как я могу позволить себе немножко отдохнуть посмотреть подумать о себе сейчас когда вы научились ценить себя вы крайне мере у вас есть это понимание вы уже себе разрешаете намного больше и это приносит вам как раз таки то удовольствие которое ранее не было то есть вы сейчас как даже страшно каких-то моментах это что-то отрезается оставлять в прошлом но вот это вот работа со страхами и с отрезанием отрубанием прошлого ненужного она вас наполняет и придает вам силы да у вас как тут происходит вот это вот исцеление наполнение и приносит вам удовольствие то есть сейчас я могу сказать такой период да вы получаете легкий как будто вы флиртуете жизни сейчас радость спокойно кайфоновая хорошо улыбка на лице да уже появляется как-то страшно да что-то может быть оставить то есть где-то вы понимаете что что-то я здесь может накосячила да где-то было неправдусь вы уже не занимаетесь вот эти самобичеванием самокопанием может как-то знаете легко к этому относитесь здесь вот ваше отношение к жизни она меняется отношение к страхам она меняется то есть вам уже намного легче и проще идти и заниматься делать то что вам страшно вам уже намного проще кому-то возможно отказать кому-то сказать нет намного легче признать в себе какие-то страхи да я этого боюсь здесь вот какое-то ваше отношение джей вы как будто бы больше стали слушать свое состояние свои ощущения свое сердце и за вами наблюдают как будто бы стали знаете как будто бы больше жизнью радуетесь наслаждаетесь как-то такой и люди за вами наблюдают и видят какие-то вот ваши перемены вам хорошо здесь знаете как груз вот с вас пал точно это вот облегчение моральное может беда здесь не физическая здесь который моральное и душевное облегчение произошло с этим вы работаете сейчас хорошо и давайте теперь посмотрим а что нужно проработать в ближайшем будущем до либо что вы будете прорабатывать ближайшем будущем посмотрим что вам нужно будет в будущем проработать опять здесь будет ну скорее всего здесь скорее больше проверки либо контекст жертвенности знаете не то что вам надо будет его проработать здесь не кажется все таки какая-то новая грань и в себе раскроете через утрату любви здесь знаете здесь такое что здесь идет информация о том что вам придет понимание какой-то инсайт у вас произойдет что от того что вы потеряли какие-то отношения в прошлом которые вы были привязаны вы сейчас прорабатываете тебя привязку в будущем вот вам придет инсайт откроется какая-то вот это вот ваша внутренняя правда о том что для чего как-то вот знаете какой-то вот здесь тонкий нюанс для чего вы делали жертвовали допустим собой в этих отношениях прошлых то есть иногда вот ощущение когда мы говорим время проходит там все говорим ой боже какой я дурак да допустим какая дура да дело для этого человека вот это вот это suitable как-то от жертвовала собой то как будто бы пелена была на глазах и я не понимала почему я это делаю для чего хотя мне то допустим как человеку не свойственно и здесь у вас будущем появится когда это новое вот это вот грань новое понимание не то что жертву все бы прошлоть вас нет вы уже это поработали вас ценности стенам а здесь какая-то новая грани патт это вот жертвуностью буду новое понимание а для чего, какая-то своя выгода, для чего я жертвую собой, для чего я должна как-то поступать с собой, какими-то своими качествами, для чего я делаю в этих отношениях, вот как-то, вы знаете, здесь даже не то, что пересмотр отношений произойдет в своих прошлых, которые вы утратили, а вы себя увидите в этих отношениях с новой точки зрения, и это будет как-то, вы знаете, вот последний такой шлифок, последний какой-то вот мазок в вашей картине, понимание именно того, что я больше не хочу уж как-то заниматься каким-то пожертвованием, да не хочу я никем жертвовать, да ничем жертвовать, то есть вам придет понимание, как классно, когда вы бываете собой, не жертвуете, чтобы сохранить какие-то отношения, не идете на уступки, а вот именно, знаете, когда вот вы бываете тем, кем вы есть на самом деле, пускай каким-то, ну, непонятным, грубым, жестким человеком, да, но вы есть вы, и тогда вы стараетесь быть тем, кем вы не являетесь, ради того, чтобы, как-то, может быть, чтобы в отношениях было спокойно, да, гармонично, вот когда вы идете, как будто бы на уступке, вы теряете себя, и это становится, ну, вам боком потом обходит, обходит, какое-то вот такое вот понимание, оно очень тонкое, знаете, вот иногда бывает, как легкие, ароматы, да, есть ароматы такие тяжелые, обычно в мужских туалетной водой, да, любят дезодорантах мужских, а есть женские какие-то вот именно духи такие легкие, неуловимые, и вот здесь вот как будто бы, знаете, вот какой-то инсайт у вас произойдет, и вы поймете, и вот после этого у вас как-то что-то переключится в голове, и вы не захотите больше, новых своих отношений, которые у вас будут, не захотите больше поступать так, как поступали в прошлых, то есть не будете включать больше свои жертвы, это придаст вам какую-то легкость, это придаст вам понимание, что на самом деле вот эта вот жертвенность, она приносит противоположный эффект того, чего вы хотели добиваться, то есть, возможно, раньше вы считали, что если вы так вот поступаете, идете где-то в каких-то моментах на уступки, наступаете себе на горло, вы как будто бы спасаете отношения, они будут развиваться хорошо, на самом деле, но это опять-таки пример, когда женщина все-таки бывает недоступной полностью мужчине, а ему приходится как-то вот что-то сражаться за нее, делать что-то ради нее, вот как-то вот она показывает свой характер, не потому что хочет, чтобы ее завоевывали, а потому что она такая, и это пробуждает в мужчине какой-то вот такой здоровый интерес, да, то есть, почему, допустим, она мне отказала, да, почему она другие нет, вот здесь делается не для того, чтобы унизить другого человека, а для того, чтобы показать, что есть и другие вариации, здесь вот как вариативность, уточню, чтобы как-то вот понятнее вам объяснить, потому что я-то состояние здесь ощущаю, а может быть, не совсем и понятно. Легкость, вы знаете, вот умение выстраивать свои границы легко, то есть, обозначивать, не бояться, что вот я скажу, что мне это не нравится и от меня откажутся, либо если я скажу, что я не хочу этого сейчас и меня не примут, вот здесь вот как-то вот такое, то есть, были какие-то неумения, либо даже страх, переживания за то, что я боюсь показать свое настоящее лицо, я боюсь показаться сильной, потому что женщины должны быть слабыми, то есть, вот есть какие-то вот убеждения, а я по своей натуре сильная женщина, и почему я боюсь показать вот эту вот свою силу, почему я должна подходить вот под эти рамки общепринятого, какой должна быть женщина, нет, я буду такой, какая я есть, и возможно, я понравлюсь человеку именно вот такой сильной, а не то, что я буду казаться зайчиком белым и пушистым, а на самом деле у меня клыки, и это будет, это будет выглядеть безобразно, заяц с огромными клыками волка, лучше я покажусь волком, вот здесь вот как-то про это, то есть, умение выстраивать свои границы, отстаивать свои границы, умение быть собой, и делать это с легкостью, без какого-то страха, да, вот как-то, что кому-то что-то я не понравлюсь, и вот, знаете, вот этот вот момент вы как-то словите, и у вас произойдет инсайд, и вы поймете, что, а если бы я вот так вот поступала именно в тех прошлых отношениях, да, которые были утрачены, возможно, все было бы иначе, вот как-то здесь какая-то связь вот прошлых ваших отношений, нового инсайда на основе того, что я сказала, вот такая первая позиция была, это то, над чем вы, здесь даже не то, что вы работать будете, а у вас просто придет какое-то вот понимание, и пазл сложится. Это у нас была первая с вами позиция, мы переходим, я не вижу, переходим к позиции номер два и голубому камешку, что уже было проработано вами. Здесь мир восприятия, здесь было проработано ваше мир восприятие в контексте вашей души, вашего душевного состояния, возможно, здесь вы чему-то научились многому, было завершение, завершение каких-то ваших взглядов, здесь очень большая работа у вас была, потому что выпадают все великие арканы, касательно ваших желаний, обновления здесь было, но вы как будто бы прошли какие-то уроки своей души, очень важные уроки вы прошли здесь в этих отношениях, вы обрели силу, вы обрели силы, вы обрели себя, вы как будто бы стали больше и лучше понимать в своей душу то, что вы хотите, и тем самым вы стали сильнее, вы стали как будто бы укротили свои страхи, укротили какие-то свои инстинкты, вы глубоко погрузились в себя и стали лучше понимать, здесь у вас новые взгляды, новое отношение к жизни у вас появилось, что такое все великие арканы, два, четыре, пять, из шести карт пять великие арканы, арканы, вы, если смотрит женщина, вы пришли именно к пониманию, в вашем понимании, опять-таки идеала императрицы, то есть какой должна быть женщина, какой должна быть она, что для вас значит эталон вот этой вот женственности, вы к этому пришли, вы к этому стремились, вы к этому пришли и вы успокоились, а если вы мужчина, то вы обрели какую-то вот внутри себя силу, и у вас стало, во-первых, понимание того, какую вы хотите для себя партнершу иметь, а с другой стороны у вас есть понимание того, что вот в каком направлении вам дальше двигаться, в каком направлении развиваться, как прийти именно к тому плодородию, изобилию, богатство, которое вы хотите, то есть здесь я не знаю, что произошло такое, но здесь вот прям очень ситуации показались, очень серьезные какие-то события были в вашей жизни, ну прям и перемены были серьезные. Перемены были связаны с коммуникацией, с коммуникацией с людьми, с самим собой, с принятием, здесь вы ушли от того, что игра не говорила по двоечкам, что вот вы были, как будто вы летали в облаках, ну вот не от мира сего, сейчас вы стали каким-то более земным, понятным человеком, больше наслаждаетесь жизнью, получаете удовольствие, уже понимаете, как вам нужно взаимодействовать с людьми, что вам нужно отдавать им, да, сколько нужно брать, то есть вы уже здесь не жертвите, вы уже здесь выстраиваете и отношения с самим собой, и с людьми так, как вы хотите, вы уже не боитесь заявляться о себе, знаете, вот вы уже стали каким-то ресурсным таким человеком, который может взаимодействовать с материальным миром, с физическим миром, знаете, в каком контексте вы уже можете получать деньги, вы уже стали заметны, здесь такое ощущение, что вы были каким-то прозрачным, незаметным серой мышкой для людей, а теперь вы как будто бы материализовались, вы как будто бы сейчас родились и стали более заметны, люди вас замечают, люди с вами считаются, и вы от этого получаете удовольствие, наслаждаетесь жизнью, здесь вы как будто бы, действительно, вот ваша душа вошла в ваше тело, до этого у вас отдельно была душа и отдельно тело, сейчас как будто бы слияние произошло, вы смогли стать, ну, как-то заземлиться, вы уже понимаете свои желания, что вы хотите, как вы хотите, для чего, у вас какие-то взгляды и ценности на ножей поменялись, вы нашли какое-то, знаете, вот единение, что-то, вот как-то материальное и духовное, вы внутри себя объединили, это пришло через понимание вашей души, так, хорошую работу вы сделали, Двович, и в очередной раз вас спалю, так, что вы прорабатываете сейчас? Осознание и понимание того, что вы победитель своей жизни, и куда вы захотите закрутить свое колесо фортуны, туда вы и пойдете, и здесь идет завершение, скорее всего, осознание цикличности вещей, и вы либо учитесь сейчас каким-то вот жизненным циклом, пониманием, то есть к вам приходит понимание того, что в жизни все циклично, когда ты находишься как победитель в какие-то периоды своей жизни, как на пике, да, а может быть, потом колесо закрутится, и вы находитесь в наделе, да, то есть в упадке каких-то своих сил, то есть вот здесь вот понимание циклов жизни у вас приходит, и вы становитесь как будто бы хозяином своей жизни, и понимаете, ну вот как-то вот ответственность у вас появляется, вы берете в раздеправление своей жизнью в свои руки, вот как-то взросление здесь произошло, очень хорошее взросление, вы повзрослели, стали понимать много, многие вещи, законы какие-то, мироздания стали понимать, обучались чему-то, либо сейчас обучаетесь, чему-то новому, может быть, какие-то свои способности открываете, какие-то свои таланты, может быть, работаете над своей интуицией, над своими какими-то состояниями, вот я говорю, у вас было понимание души, а сейчас вот вы как будто бы стали это использовать в своей жизни, более осознанно, да, вы стали более сфокусированы, вы ставите уже себе цели, и двигаетесь, здесь возможно какое-то обучение, еще раз скажу, обучение, как-то здесь вот, я не знаю, вы учитесь состоянием души понимать, либо вы женственности, над женственностью, каким-то на женскими качествами работаете, если вы женщина, либо вы, знаете, как-то вы собираете свои частички души, но уже не на основе того, что вот вам говорят, а уже как-то, знаете, интуитивно, вот вы понимаете, вот здесь очень сильно стала развита ваша интуиция, вы сфокусировались именно на вашей интуиции, на понимание того, что темная ночь, она уже прошла, вот ваше колесо, оно стало крутиться, вот как будто на белую полосу вышли, и ваши взгляды в жизни, они изменились, на жизнь стали, вы стали смотреть более проще, более легче на жизнь, как-то веселее вам стало идти, и вы наслаждаетесь, больше стали наслаждаться жизнью, получать удовольствие, радоваться от жизни, больше себя любить, ценить, возможно, даже если вы чему-то обучаетесь, мне здесь не показывают, но это приносит вам какую-то радость, какую-то раскрывает ваш внутренний мир еще больше, но здесь вот работа как-то со своим бессознательно, опять аркан силы, что-то вот у вас произошло, и вы как будто бы обрели свою силу, через слияние вашей души и вашего тела, еще раз скажу, и просто карты дублируются, в разных колодах одинаковые карты, возможно, здесь если женщина, опять-таки, как-то с гормональной системой, может быть, вы нормализировали ее, а вот здесь как-то с гормонами работа тоже была, они как-то пришли в баланс, но кто-то стал работать со своим бессознательным, с какими-то своими снами, вы здесь явно чему-то учитесь, и то, чему вы учитесь, связано как-то с вашими состояниями, с чувствительностью, с вашим восприятием, то, что будет вас держать в балансе, вы каждый раз узнаете себя через проработку страхов, эти страхи, они вас мотивируют, и на движении вы их преодолеваете, и получаете от этого удовольствие, и тем самым становитесь сильнее, то есть вы уже как будто, вы знаете, вошли в вкус, и преодолеваете страх, и кайфуете от этого, преодолеваете какой-то, вот постепенно, постепенно вам это уже становится в удовольствие, даже как-то вот интересно, и каждый раз, когда вы преодолеваете страх, вы начинаете себя еще больше ценить, еще больше уважать, и это дает вам еще больше силы, и больше спокойствия, вот над этим вы работаете сейчас, двоечки, давайте мы посмотрим, а что вам нужно будет проработать в будущем, ну в принципе будущее, оно продолжается в контексте того, на чем вы работаете сейчас, а именно вот это вот свое животное начало в контексте инстинктов, вот сила, о которой я вам говорила, да, вы прорабатываете страхи, страхи это одна какая-то часть наших животных инстинктов, и вот здесь вот вы как-то будете брать именно, ну как-то знаете, вы будете действовать уже, осознанно, но чтобы так делать, вам нужно будет понимать, вот сейчас я работаю над собой, как на автопилоте, то есть сейчас что проявляется во мне, какие-то мои инстинкты, животные, либо я сейчас разумно ко всему подхожу, ну то есть допустим, у меня лень, лень это тоже инстинкт, с чем это связано, то есть вот здесь вот как-то с этим, например, либо я хочу там поесть что-то, но я понимаю, что вот есть определенная порция, да, которая благоприятно влияет на мой организм, а если я сейчас буду передать вот это вот переедание, чревоугодие, вот эти вот все грехи, известные, как грехи, да, на самом деле это, ну, животные инстинкты, вот вы как-то с ними будете работать, то есть вы как-то будете больше себя понимать, что сейчас с вами происходит, и будете работать над тем, что вы раньше в себе не принимали, какое-то вот у вас отвращение будет, вы будете продолжать работать над своей целостностью, убирая вот эту вот двойственность, да, вот то, что вам раньше не нравилось, сейчас вы будете, не сейчас в будущем, вы будете к этому относиться, более, знаете, снисходительно, то есть в этом вы увидите не противоположность, а как разнообразие, да, разнообразие мира, то есть и это тоже имеет место жить, то, что, место быть, то, что вас раньше как-то отдаляло от чего-то, было какое-то отвращение, сейчас вы будете учиться принимать это, и опять-таки это будет связано с тем, что, допустим, раньше лень вас раздражала, а сейчас вы будете понимать, что окей, есть такой, помните, я вам говорила про цикличность, вот на то, на чем вы работаете сейчас, вот в будущем, она как раз через это и будет проявлять, что окей, бывает период, когда я не хочу ничего делать, если раньше, допустим, я как-то, меня это все раздражало, я не принимала, да, что вот, ну, бывают такие моменты в моей жизни, то в будущем вы придете к тому, что будете говорить, окей, я себе позволяю полениться, сколько, вот столько, окей, я полениюсь, вот столько, но буду делать это в удовольствие, в кайф, потом встану и буду работать. Обычно как бывает, я хочу отдохнуть, да, я ложусь, но я отдохнуть не могу, потому что есть вот моральное напряжение, да, есть физическая усталость, а есть моральная усталость, то есть вроде бы я лежу, но я не могу расслабиться, потому что в голове все эти мысли прокручиваться, вот то, что я должен, да, что нужно сделать, но здесь у вас такого уже не будет, вы будете работать над тем, что окей, я разрешаю себе отдохнуть, час, но я вот момент, ни о чем не буду думать, да, вот к вам придет вот это вот понимание, вот это вот понимание и осознание, и оно поможет вам, будет направлено на целостность, то есть целостность это когда мы убираем все разделения, вот вы будете с этим работать, у вас очень сильные духовные вот это на самом деле троечки, такая вот у нас была с вами и вторая позиция, и мы переходим в позиции номер три и красному камешку, так, что вы, о, красный не видно, вот сюда, что вы проработали, мои дорогие троечки, вот вы проработали, знаете, долгое время мы похитрили, как-то себя обманывали в дальнейшем, в том, что вы как-то развиваетесь в том, как вы не хотели двигаться дальше, да, у вас был дан шанс на начало, а вы как-то вот хитрили, допустим, занимались самообманом, сами себе говорили, что вот я разбиваюсь, да, я что-то делала, на самом деле это был обман, вы ничего не делали, ну, то есть создание бурной деятельности, и здесь, знаете, здесь идет какие-то вот, ну, вот то, что были, обманывали себя, почему? Потому что было страшно, потому что было страшно начать, потому что было страшно двигаться дальше, потому что не верили, потому что много раз уже пробовали, и все эти попытки, они были тщетные, не получалось, как-то, знаете, начинали все делать с энтузиазмом, а потом этот энтузиазм быстро перегорал, не было, знаете, какой-то вот основы под теми желаниями, идеями, которые вы хотели реализовать, вот, и здесь как-то обманывали себя в этом, в том, что вы что-то делаете, в то, что складываете, в то, что раскрываете какие-то свои способности, а как было на самом деле, то есть вы вот этот вот обман, вот эту хитрость своего ума прорабатывали. На самом деле вам были даны и знаки очень много свыше, и надо было сделать переоценку ценностей, двигаться дальше в развитие, а вы этого не делали, или знаете как, здесь еще какой, может быть, обман, вам казалось, что вы делаете, а почему здесь обман, потому что вы делали новое начинание со старыми какими-то своими убеждениями и взглядами, вам нужно было пойти новым путем, вам нужно было новый какой-то вот подход, да, использовать, а вы как будто бы убегали от решения, и либо решали новые задачи старыми способами, методами, то есть здесь вы знаете, вот прошлое, старое и новое сталкивалось в вас, то есть вы боялись этого нового и не делали. Здесь чувство вины еще у вас было за это все. В общем, вы это все проработали, и молодцы, даже не будем с этим разбираться, у вас очень часто выходила семерка мечей, как хитрость и неоднократно, я помню. Слава Богу, что все это проработали, потому что обманывали себя, не хотели идти в новое, как-то сомневались, говорили, что недостаточно еще умей, недостаточно могу, недостаточно мастер, и так далее, и так далее. Ну, то есть не было вот этого движения вперед. Хитрость была, нежелание на самом деле развиваться. Хорошо, это вы проработали в прошлом. Что сейчас вы прорабатываете? Кстати, вы молодцы. Сейчас вы наконец-таки, ощущение того, что вы поверили в себя, ощущение того, что вы наконец-таки стали прислушиваться. Вы раньше слышали, да, своих желаний, то, что вы хотите, свои способности, свой зов, но он как-то включался, и вы себя обманывали. Сейчас вы прорабатываете именно то, что вы идете в новое, новым путем. Не так, как было раньше, как вы делали начинание, вы делали эти попытки, но делали старыми способами, то, как вы хотели. Возможно, мы вам говорили, попробуй так, попробуй, допустим, новую платформу, попробуй новый способ, более современный такой. А вы старыми, проверенными способами работали. Ну, то есть не было вот этого, знаете, вот апгрейта какого-то. Сейчас же что-то с вами произошло, что-то случилось, и вы стали прислушиваться к себе, прислушиваться к своим способностям. Здесь вы поверили, здесь есть вера в себя, здесь есть уверенность в себя, здесь есть, у вас появилась сила. А знаете, вот вы как будто бы себе разрешили быть тем, кем вы хотите, и вы поняли, кем вы хотите, и вы идете здесь на зов своему сердцу. Но самое интересное, что вы не просто идете по зову своему сердцу, так как идут все, а вы как раз-таки, наконец-таки, идете своим путем. То, как вы раньше не шли по семерке мячей и обманывали. Сейчас вы, наконец-таки, идете. То есть все идут прямо, а вы развернулись на 180 градусов и идете в обратном направлении, потому что вы там ощущаете вот эти вот перемены. Вы как будто бы стали понимать, даже осознавать, что каждый создает свой мир по-своему, что вся жизнь, она иллюзия. У каждого своя иллюзия. Кто во что верит, у того такая иллюзия и есть. И вот вы как будто бы это осознали и поняли, зачем мне веры за чужую иллюзию, так лучше я буду ее свою создавать. И сейчас у вас пришло вот это вот понимание, что я хочу создать мир свой, жить так, как я хочу. Правильно, неправильно, это уже второе, и это не имеет места быть, потому что у каждого свое правильное. И вот, знаете, вот это вот как-то вас расслабило. Расслабило, и к вам пришло вот это вот решение, вы как будто бы ключ для себя нашли, что я буду теперь действовать и жить так, как хочу я. Потому что это моя жизнь, и я как будто бы живу один раз, да, ну, в этом теле. Я хочу прожить так, как я хочу. И посмотреть, что будет. Потому что так, как я жила раньше по законам других людей в согласии, да, с тем, что мне ранее говорили, меня это ничему хорошему не привело. И сейчас у вас, вот вы как раз-таки работаете над тем, что у вас появилась эта уверенность, и вы готовы уже совершить первый шаг. Первый шаг вы уже хотите, вы уже жаждете этого, у вас есть опыт, у вас есть знания, вы уже готовы двигаться вперед. Вот то, как вы видите жизнь, то, как вы ее воспринимаете, то, как вы ее понимаете, те ключи, которые вы подобрали, сейчас вы начинаете открывать постепенно эти двери и идти. Но идете вы своим путем. Еще раз скажу о том, что вы не идете так, как идут все. И пускай вас это не пугает. У нас будет свой путь. В принципе, у многих он свой, только не все слышат, а вот вы слышите. И это говорю вам к чему? К тому, что вам многие будут петь в уши о том, что вы не то делаете. Но здесь вот ваша какая-то внутренняя уверенность, которую вы приобрели, вы не будете обращать внимание на тех людей, которые будут как будто бы вас сбивать с вашего пути. Вы будете четко идти в своем намеченном направлении. Конечно же, сомнения будут, но вы будете работать над тем, чтобы слушать свое сердце. А ваше сердце, оно, я говорила уже троечкам когда-то, оно изранено. И единственной преградой может быть то, что вы будете включать в себе вот эту вот холму, то есть вы будете как будто бы морозить свое сердце сами. И вот в эти моменты вы не будете услышать то, что куда вам нужно идти, что вам нужно делать, как вам нужно дальше двигаться. И это будет единственной вашей преградой, даже не столько, сколько вам будут говорить другие люди, что и как. Сколько раны вашего прошлого, когда они будут всплывать, вот это вот будет для вас преградой. А раны прошлого, они будут всплывать, знаете, как шансы. Вот когда вам будут даваться шансы, тогда вы будете сомневаться, потому что за этими шансами вы будете видеть свой прошлый опыт. Вы не будете видеть новое, а вы будете видеть, что вот это вот похоже на прошлое, значит, сейчас будет так, как тогда. И вот это вот будет вас ограничивать, вот это вот вас будет останавливать в вашем развитии. Не делайте этого, не смотрите на шансы, новые шансы, на возможность та, которая у вас была в прошлом. Выбор, любой выбор, который будет вставать на вашем пути, он будет вас сбивать. И это будет вашей проверкой. То есть любой перекресток, с которым вы будете сталкиваться, будет проверкой. Не в пути вас будет проверять, а на перекрестках вас будет проверять. Здесь не искушение, а здесь именно проверка, насколько вы, знаете, как показывает, показывает, что вы доходите до какого-то перекрестка, а дальше теряетесь и не знаете, что вам выбрать. И идеально было бы прислушаться к своему сердцу, оно бы вам указало направление. Но когда вы, у вас здесь появляется страх, и вы, знаете, замираете. Этот страх включает замирание. Вы замираете, и вы не слышите свое сердце. И тогда начинаете делать свой выбор от ума. А он ошибочный. И привозит вас не туда, куда надо. И вот у вас будет сейчас понимание вот этой ситуации, которую я вам рассказала. И вы будете уже как-то заранее, вам нужно будет научиться подготавливаться вот к тем перекресткам, с которыми вы будете сталкиваться, чтобы, дойдя до него, ваше сердце, оно, ну, чтобы вы не замирали, чтобы вы смогли быть в контакте с сердцем. Для этого вам надо постоянно до этого перекрестка быть в этом сердце, уметь его слышать, уметь взаимодействовать, уметь контактировать. Потому что перекрестки, они вас пугают. Да, выбор вас пугает. Это то, на чем вы работаете сейчас. Хорошо. И мы смотрим, что нужно вам будет проработать в ближайшем будущем. Вот видите, как я сказала, в ближайшем будущем страх. Страх. Касательно чего? Вы знаете, в будущем у вас будет... Вы будете реализовываться как мастер. Помните, я вам говорила о том, что вы уже с этим поработали, и у вас уже появилась вера. Сейчас, да, вы уже двигаетесь. Вы будете достигать высот. И у вас будет страх, вот именно гортыни. Вы будете бояться, что у вас все хорошо получается, как будто бы настала легкая белая полоса. Но здесь проверка будет именно вашей гортыни, вашего числа. И вы будете это бояться. И ошибка здесь будет заключаться в том, что вы будете принижать и занижать свою ценность. Для того, чтобы не бояться, что вот я сейчас зазнаюсь, и меня потом накажут. И вы вот от этого страха пойдете противоположным путем и будете занижать, что, ну, как-то вот свою ценность, свою цену в услугах, что, ну, я, допустим, недостаточно мастер такой хороший, хотя на самом деле вы прекрасно знаете, какой вы мастер. И здесь будет вот эта вот ваша проверочка. И вам не нужно будет этого делать, а вам нужно будет четко научиться говорить о себе без приукрас и без как-то занижения себя. Ваш урок будет, в будущем надо будет проработать и уметь говорить все по факту. То есть не бояться озвучивать, допустим, свою цену за свои услуги. Да, я столько стоит. Не больше, не меньше. Мне и не стыдно, и я и не горжусь. То есть норма, слово нормально, оно не совсем понятно. Естественно относиться ко всему. Вот здесь вот проработка эго будет. Иногда, даже в минусе, почему? Потому что здесь две карты. Одна карта тщеславия, другая карта говорит обладание великим. У вас будут успехи. И через эти успехи вас будут проверять. Либо страх успеха, страх успеха. Здесь страх может быть большие деньги. Вот вы с этим столкнетесь. С этими страхом вы столкнетесь. Они будут связаны, да, с начинанием с вашим. Они будут связаны, как раз таки, по императрице с богатством, с полудородием, с материей. То есть вам все, знаете, такое ощущение, когда откроются горизонты и новые возможности вам не будет говориться после перекрестков, да, следующий как будто бы урок. Бери, на, возьми, возьми. Ты это заслужил. И здесь вопрос в том, что у вас будут сомнения. А действительно ли я заслужил. И вот здесь вот будет проверка вашей ценности, вашей значимости. Насколько вы возьмете это, будете брать, и насколько вы зазнаетесь. Вот здесь вот гордыня. Здесь гордыня, здесь надо будет эго прорабатывать. Как это можно проработать? Относиться ко всему по факту. Не бояться признаваться себе. Даже если вы когда-нибудь там загорделись, либо боялись, не бойтесь это говорить самому себе. Признаваться о себе. И если это будет необходимо, проговаривать другим людям. То есть проговаривая, вы признаете тот факт, что он есть. И когда вы признаете то, что есть, это перестает вами управлять. То есть, если вы признаете, что вы боитесь, от этого страх ваш меньше или больше не станет. Но вам станет спокойнее, потому что вы уже заметили этот страх. И вы уже как-то с этим можете справляться. То есть на этой основе основаны все вот эти вот психологические проработки, да, зависимости, да, я алкоголик, там, мимфоманка, там, еще что-то, да. Первое, что вы говорите, да, я такой-то еда, я принимаю, либо я зависим от того-то, того-то. То есть когда ты признаешь, потому что люди, как правило, мы не признаем в себе чего-то, и тем самым отрицаем. Когда мы отрицаем, мы сопротивляемся. Сопротивляемся – это борьба. Борьба, опять-таки, замкнутый круг – это страх, и тем самым мы не ощущаем себя целостными. То есть мы не пропускаем через себя свободно ту энергию, которая должна приходить, проходить через нас. То есть непринятие создает вот эти вот блоки. Блоки в дальнейшем придают нам какую-то тяжесть, и на них строятся дальше многие негативные состояния. И вот здесь вот вам для того, чтобы ощутить себя вот императрицей, вот этим идеалом, вот этим архетипом собирательным, да, всех четырех королев – водный, мечевой, огненный и земной, да, вот эти вот все качества, качества всех четырех стихий вам нужно будет научиться принимать, принимать в себе вот эти вот все четыре стихии. Любую из них, отрицая, вы не будете ощущать себя целостно. И вот здесь вот эго, задача эго как раз-таки разделения, да, что есть возвышение, да, что есть игротыни, что есть величие – это разделение. Разделяет кто? Ум. Разделяет на нас и на других. То есть я лучше тебя, либо я хуже тебя. А здесь для того, чтобы приобрести и быть вот этой вот императрицей, находиться в гармонии и уметь совмещать все четыре стихии в себе, да, то, из чего мы создаем, состоим, мир состоит. Это как будто бы, знаете, вот вы говорите, ну, себе сами, я принимаю, там, огонь, например, и не принимаю воду, потому что вода может, там, я не знаю, замерзнуть, и мне будет холодно. Но тем самым, допустим, я не принимаю горденью, да, значит, вы как будто бы отрицаете какое-то свое качество. Здесь вот такой вот смысл. И над этим вы будете работать в ближайшем будущем. Именно над принятием, над становлением себя, над становлением, знаете, вы будете принимать свои состояния, свои чувства, свои эмоции. Вы будете в них разбираться больше, понимать, почему я так реагирую, как негативные, так и позитивные. Здесь не то, что вы будете работать с теневыми какими-то аспектами, нет. Здесь вы будете больше учиться понимать себя, понимать через принятие, знаете, слово такое, да, я принимаю себя, и не всегда понятно, как это. Но вот это то, о чем я озвучила, то есть обозначивать, да, проговаривать, что есть во мне, то есть признаваться самому себе, самому себе то, что есть в вас, то есть учиться говорить по факту без каких-то убеждений, без каких-то прикрас, а именно по факту, фактическое мышление. Факт – это есть реальность. Оценка факта – это есть иллюзия. Вот ваша задача будет научиться говорить по факту, быть в реальности, не в иллюзиях, да. Почему я говорю оценка – это иллюзия, потому что мы, допустим, говорим, это красиво, либо это безобразно. Вот это вот оценка, и это иллюзия. А какие-то вещи, факты, например, там, кровать, компьютер, там, стол – это факт. А насколько он красивый, либо некрасивый, там, большой или маленький – это чисто субъективно, а любая субъективность – это иллюзия. Вот ваша задача будет научиться быть в реальности. Здесь вы доросли уже до этого. Это то, о чем вы будете работать троечкой в будущем. Вот такой вот у нас будет сегодня расклад. Я вам буду благодарна. Если вы мне отблагодарите своими лайками, если вам нравится, дизлайками, значит, я буду понимать, что вам не понравилось, разрушено или нет. Напоминаю вам, что в эту пятницу будет пятничная акция, где у вас будет возможность, кто не знает, задать один бесплатный вопрос по WhatsApp, голосом я вам отвечу. Информация об этом есть в описании к этому видео, также мои услуги касательно консультации, обучения таро. И любые пожелания, все, что хотите, пишите в комментариях свои какие-то возможные идеи. Не забываем ставить лайки, потому что это важно для, ну, либо дизлайки, что угодно, либо комментарии. А, и еще, на всякий случай, сейчас вспомнила про комментарии. Не пишите просто так слово «благодарю», ну, вот, однозначный ответ, потому что все эти ответы, они попадают в спам, и они не отображаются в видео. Мне нужно будет заходить в отдельную папку «спам» и смотреть. И там обычно такие вот «благодарю», «благодарю» однозначные ответы. То есть, YouTube их фильтрует, как спам. Поэтому, я не знаю, маленький относится к спаму или нет, вот, но однозначный ответ, и поэтому пишите более развернуто, да, и «благодарю» за что, да. Ну, потому что иначе все эти комментарии попадают в спам, и потом через какое-то время, если захожу в эту папку, я вижу очень много таких комментариев, и вам будет понятно, почему вы пишете, а комментарий, допустим, не отображаются. Просто я об этом недавно узнала и решила с вами поделиться. Все, я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.